Певец Бейбет Кушкалиев продолжает радовать своих слушателей. Недавно исполнитель презентовал свой новый клип, в котором показал всю свою любовь к родине. Во время интервью с нашими журналистами Бейбет рассказал все о видеоработе и даже затронул тему кью-попа. Бейбет Кушкалиев собрал представителей всех профессий в одном месте. Речь идет о новом клипе певца под названием «Елем Депсоханжриган», сюжет которого рассказывает о людях, работающих в разных сферах, но цель у них одна – служить своему народу и своей родине. Идея моего нового клипа заключается в том, чтобы показать всему народу, что каждый из нас трудится во имя страны, и все вносят вклад в развитие Казахстана. Мы сняли простых работников – сапожников, пастухов, у которых маленькая зарплата и нелегкая работа. Клип примечателен тем, что все роли исполнили не профессиональные актеры, а самые настоящие работники. Чтобы снять их, певцу пришлось посетить немало поселков, и были даже случаи, когда приходилось уговаривать героев сняться в видеоработе. Было много случаев, когда люди не хотели, чтобы их снимали, и нам пришлось говорить, что мы снимаем телепередачу. Надеюсь, никто не обидится. Во время интервью певец рассказал, что не одобряет эпатажные клипы, где снимает полуголых героев, чтобы привлечь как можно больше внимания. Конечно, все стремятся копировать Запад, но ведь можно оттуда заимствовать и качественный продукт, не так ли? Все зависит от каждого человека. У всех есть свой выбор. Также певец признался, что не совсем понимает такое направление, как кью-поп. Он предполагает, что этот жанр подает плохой пример молодому поколению. Как я понял, обтягивающие джинсы, разноцветные волосы – это главные атрибуты направления кью-поп. В основном слушатели этого жанра совсем молодые. В этом нет их вины, ведь они еще молодые. Но главное, надеюсь, это не приведет к однополым бракам. В ближайшее время Бейбет Кушкалиев планирует написать песню и снять хлеб для своей жены. Ну а поклонникам остается только ждать новых трудов своего кумира. Айда Назимирова, Жадра Жалдобаева, хедлайнер.